Привет дорогие друзья, это как говорится по вашим просьбам. Это интервью, единственное я замечу, это интервью было записано за 4 дня до попытки убийства Никиты Роженко в Харькове. И поэтому вы поймете там из интервью, как эта вся ситуация, как она нагнеталась, потому что нас интересовало, конечно же, мнение Геннадия Адольфовича по происходящему. Ну и в принципе он назвал виновных. Приятного просмотра. Более 200 уголовных. Говоришь ты, люди думают, что это я. А у них нет программы. Они меня называют Сефаром, президентом. Ой, как я. Первый вопрос, конечно, интересует по поводу вашего графика. График у меня по-разному складывается. Складывается так, что есть очень напряженный, есть более свободный. Ну, я привык к такому. Даже находясь в положении, будем так говорить, ограниченном возможностях, я все равно работаю много и с результатом. Сколько в среднем рабочий день длится? Ну, я думаю, где-то до 12-14 часов. Правда, что вы можете вызвать подчиненных в середину ночи просто? Да, это правда. Какие это ситуации, например? Это такие ситуации, которые я, просматривая социальные сети, вижу там те проблемы, которые люди описывают. И для того, чтобы более эффективно и оперативно решать эти вопросы, я вызываю подчиненных к себе. Я живу в гостинице, поэтому им легко доехать, я надеюсь. И они понимают, зачем они едут. Получить очередное задание. А расскажите, кстати, про гостиницу, в которой вы живете, потому что ни в одном интервью вы никак не рассказывали. Почему вы живете в гостинице? Почему я живу в гостинице? Вы знаете, так получилось, что я занимался выборами Михаила Добкина. И у нас штаб был в гостинице. И так получилось, что я и остался в гостинице. А в конце концов, я стал там жить. Почему? Потому что, ну, во-первых, я поздно приходил, рано уходил. Я мог с этой ночи, но дома этого не позволишь себе. Поэтому гостиница когда-то была моя. Я ее потом продал. Сейчас нахожусь там как гость. То есть она функционирует там? Она функционирует. Там живут люди, проходят какие-то конференции, еще что-то. Но у меня есть свои комнаты, которые я занимаю. А это просто обычная комната? Ну, я имею в виду там люкс, улучшенный люкс? Или все-таки там какой-нибудь последний этаж? Я могу вам, как молодым людям, показать, как живут аскеты. У меня простой номер с ортопедической кроватью и телевизор. И картины на стенах висят. Картинки какие-то там дети мне рисовали, подарили. Иконы. Все. Интересно. Служба безопасности, наверное, не в восторге ваша будет, если мы пойдем туда. То, что касается безопасности, да. У меня есть безопасность. Она у меня всегда была. Но видите, что даже безопасность не помогает, когда хотят тебя, так сказать, ликвидировать. В Харьков сейчас вот объективно мы с вами пообщались. В Зарайк раз, да, по поводу парков, реконструкции, дороги и так далее. Объективно чище и ухоженнее, чем столица. Почему так происходит, при том, что у Харькова бюджет меньше? Вы знаете, я когда стал депутатом первый раз в 98-м году, я создал группу «Новый Харьков, новые возможности». И я уже тогда выступал за улучшение жизни харьковчан, за благоустройство, за безопасность и так дальше. Уже когда Михаила Добкина избрали мэром, меня избрали секретарем, и тогда мы начали переворачивать, так сказать, вверх дном весь Харьков с точки зрения успешности Харькова, чтобы Харьков стал успешным городом. И у нас это получилось. И на это все хватило денег из бюджета? Но мы же не сделали это в одночасье. Это все программы, которые были разработаны, которые были приняты, которые были профинансированы, программы, которые мы рассматривали как эффективно, и чтобы получить результат. Именно если пообещать людям, чтобы был результат, а не так, что пообещаешь, а сделаешь через 20 лет. У нас такого нет. У нас мы говорим и мы делаем. Почему этого не происходит и не произошло в столице, в Киеве? Вы знаете, я про Киев не могу сказать, хотя сам очень люблю этот город, и он мне очень нравился. У меня отец был из Киева, и я был часто в Киеве. Мне очень нравился этот уютный город, но недавно я был в нем, и уже с глазами, как городской голова, как человек, который занимается городским хозяйством, посмотрел на все это и понял, что здесь не дорабатывают. Что запомнилось из последнего визита в столице? Ну, первое, это то, что он очень неухоженный, очень неухоженный, очень грязный город, засилье лариков прямо в центре города, рекламы. В общем, все, что нет такой урбанистики, которая бы сделала бы Киев в совершенстве с тем, что это столица. То есть столицы таких стран, как Украина, я имею в виду с населением, до 40 миллионов, я думаю, что они должны быть более впечатлительны и более рациональны и эффективны. Виталий Кличко не обидится на ваши заявления? Виталий Кличко, я с ним общаюсь, он наоборот прислушивается ко мне. Я думаю, я ничего не обидного не сказал, но даже если я ей скажу какую-то подсказку, это не говорит о том, что я хочу обидеть мэра города Киева Виталия Кличко. Вы с ним в хороших отношениях, можно сказать, да? Я почти со всеми мэрами в хороших отношениях, кроме мэра Львова, потому что я его не понимаю. В общем, у меня с ним как бы не заладилось сразу, он такой более, знаете, ну, вуйка. Как вы отнеслись к планам Михаила Добкина участвовать в выборах на кресло мэра, следующих в Киеве? Вы знаете, Михаил Добкин давно хотел стать мэром Киева, я знаю его эту мечту, но если он уже это объявил публично, пусть пробует. Не думаете, что придется выбирать, скажем, с кем общаться и кого поддерживать между Кличкоем и Добкиным? А при чем здесь это? Я думаю, что вопрос же не идет в том, что у меня нет никаких контактов с Добкиным. У меня есть контакт с Добкиным, у меня есть контакт с Кличко, но дело в том, что когда начнутся выборы, то каждый будет заниматься своими выборами. Ну, я имею в виду, что вы вот общаетесь, ну, дружите, я так понимаю, с Виталием же вы тоже дружите или просто общаетесь в рабочем формате? Мы можем назвать наши отношения дружбой с Виталием Кличко, с Михаилом мы можем тоже сказать, что у нас есть дружба и общение. К слову, зашел разговор о Михаиле Марковиче. Все-таки не говорили вы ни в одном интервью, почему все-таки у вас возникли разногласия в какой-то момент? Потому что, насколько я понимаю... У нас разногласия возникли из-за того, что нас постоянно с ним связывали вместе, но ряд его высказываний меня не устраивал. И я ему сказал открыто, что я не хочу в этом участвовать, потому что, говоришь ты, люди думают, что это я. То есть, вопреки разнообразным статьям и убеждениям людей о том, что вы лучшие друзья были, вы дружили, пока работали вместе, ну, и общаетесь по-прежнему, да? Ну, сейчас у нас у каждого свои мировоззрения, свои интересы. Кого вы поддерживали во втором туре президентских выборов? Зеленского. Зеленского. Довольно сейчас работа и президента, офиса президента. Вы знаете, я понимаю, какое досталось Владимиру Зеленскому хозяйство. Я имею в виду не только городское или областное, но и внешняя политика, внутренняя и так далее. Плюс военные действия Донбасс, плюс Крым. Я думаю, что те желания, которые высказывает Зеленский слух, меня устраивают. Другое дело, как они реализуются, вот, если взять, допустим, вот Харьков, город, к примеру, вот здесь представляли губернатора, и здесь было заседание Укроборонпрома. И директор Укроборонпрома пообещал через полгода выплатить зарплату Хайовцам, ну, Харьковскому авиазаводу. Ну, прошло полгода, он свое обещание не выполнил. Ну, так бы, как бы намерения хорошие, да, при президенте, а как реализуются, то не очень. А между вот заявлениями самого Владимира Зеленского и действиями разбежности вы замечали или нет? Вы знаете, мы работаем как местные органы самоуправления и работаем в соответствии с законодательством. Конечно, многие законы, которые принимают, они не отвечают той задаче, которая провозглашена как децентрализация. И поэтому нет сегодня механизма лоббирования интересов местного самоуправления. Насчет повестки дня, в принципе, поддержки, скажем, там, националистических настроений, отношения к русскому языку. У меня националистические настроения, это не мой профиль. Я правила Владимира Александровича. Я к этому отношусь очень плохо. Ну, я не знаю, зачем он с ними заигрывает. Может быть, так надо, может, ему видней. Он все-таки президент, не могу сказать. А насчет все-таки президентов Украины, если возьмем, в принципе, спектр, кто был лучше и можно ли их сравнивать? Ну, я стал оценивать президента Украины тогда, когда президентом был Кучма. Он был эффективным. То есть за его каденцию, когда он был президентом, я это помню, я и депутатом был, и видел его выступление, как работала Верховная Рада, оценивал, был, да, такой, знаете, очень требовательный. Потом Ющенко это смешно, значит, Янукович это предатель, сбежал всех, бросил на производство судьбы, думая только о себе. Значит, и то, что касается Порошенко, ну, здесь, знаете, как бы, я слышал те обещания Порошенко, которые он давал, когда он шел на выборы, и видел по результату тот итог, который мы пришли, что во втором туре 73% поддержало Зеленского Владимира Александровича. Поэтому я не отличаюсь от тех, кто был в этих 73%. Почему? Потому что я уже понимал, что Порошенко не заслужил дальнейшего своего президентства. В интернете есть запись вашего голоса, как вы агитировали кого-то? Здесь моя запись не только голоса, но, наверное, и видео, и у меня брали интервью, и я говорил, что Порошенко много тогда сделал для Харькова, в том числе нам дали госгарантии на строительство третьей линии метрополитена, нам дали гарантии Мировому банку и БРР и ЕИП на приобретение троллейбусов. Я исходил из того, что при этом президенте было сделано для Харькова. Сейчас, допустим, год прошел, Владимир Зеленский президент, пока, допустим, я могу сказать, я с ним ни разу не виделся, хотя он бывал в Харькове, где проездом, когда едет в сторону зоны ООС, и надеюсь на встречу поговорить, объяснить позицию, как Харьков изменился. Он то Харьков знает хорошо, они здесь и фильм снимали «Слуга народа». Называли ли вы когда-нибудь Порошенко хорошим президентом и лучшим на какой-то отрезок времени? Я говорил о том, что если взять по подготовке, то Порошенко, конечно, был более подготовлен, чем Зеленский как президент. Более подготовлен, тем более, что Порошенко был и министром и иностранных дел, и министром экономики, и был одно время чуть-чуть СНБО возглавлял, и у него большая корпорация. С точки зрения этой, я имею в виду как функционал, а с точки зрения человеческих качеств, каких-то других примеров, которые могли бы дать оценку, лучше работает Зеленский или лучше работает Порошенко. Во всяком случае, при Зеленском мы уже имеем в первой части, в первом чтении закон про народовладие. Это референдум всеукраинский. Я надеюсь, что будут и местные референдумы приняты. Да, была продана земля, но разрешение на продажу земли, но опять-таки это процесс, который он просто необходим. Но мы не можем стоять на месте, может быть, не так эффективно это будет реализовываться для людей, но то, что это не надо было делать, это надо было делать. То, что касается по русскому языку, что вроде бы Зеленский был русскоговорящий, вот, ну, сейчас он разговаривает на украинском, я тоже разговариваю на украинском, но я считаю, что русский язык имеет право на жизнь, а его всячески, любыми путями стараются куда-то задвинуть. Это происходило последние шесть лет или это происходило давно? Это происходит последние два года. Даже два года? Да, очень серьезно два года. За времена правления Петра Алексеевича все-таки оказывалось ли на вас какое-либо давление? Ну, даже возьмем, там, временный отрезок. Ну, я думаю, что более двухсот уголовных дел устраивает вас давление. Прямое, может быть, встречи какие-то, угрозы и так далее. Еще раз объясняю. Более двухсот уголовных дел, связанных с моими подчиненными, которые не могли работать, постоянные обыска и так дальше, и так дальше, и так дальше. Прошу, можно говорить. Почему это происходило? Это происходило потому, что необходимо было на определенный момент получить поддержку мэров, таких эффективных мэров, как я, для него во время избирательной кампании. Ну, я могу сказать, что, смотря сегодня в сторону команды Зеленского, то там какая-то часть процентов находится людей, которые просто не голосовали, а агитировали в полный рост за Порошенко, работали у него, и сейчас еще работают при Зеленском. То есть вас шантажировали прямым текстом, уголовными делами? Ну, не то, что шантажировали, но намекали, а это было все понятно. По поводу команды все-таки президента, давайте даже начнем просто с Харькова. Что «Слуга народа» успела уже сделать в Харькове, помимо постов в Фейсбуке? Ничего. Планы какие-нибудь, может быть, у них есть? Нет, не слышу. Подавали что-либо в Горсовет? Предлагали. Не знаю. Вот сегодня у нас была сессия Харьковского городского совета. Я вчера был у губернатора. Он сказал, что вот сейчас идет ковид, что большой процент горожан лечится в областных больницах. Мы сегодня им перечислили 2 миллиона на зарплату, на зарплату врачей, которые лечат в областных больницах Харьковчан. Все-таки вообще никаких действий «Слуги народа» не было? Я говорю, как есть. Я привык к конкретике. Я общаюсь по мере своей работы с губернатором. Губернатор знает про проекты реализации третьей линии метрополитена. Знает, что идет реконструкция зоопарка, знает, какие реконструкции идут. Я ему про это говорю. Он это знает. Где может, помогает. Все остальное, то, что именно «Слуга народа» с инициативы «Слуги народа», я этого не знаю. В Харькове была достаточно мощная поддержка. Харьковчане активно голосовали. Сейчас, как вы думаете, рейтинг их такой же, как и был? Вы знаете, я не делал социсследования, но те слухи, которые до меня доходят, я думаю, что у них какое-то ядро осталось на уровне 20%, может быть. Следите за работой Верховной Рады, я думаю, конечно... Я слежу за работой Верховной Рады тогда, когда это касается законов, которые будут непосредственно влиять на работу органов местного самоуправления. Вы сложили какую-то картинку относительно партии в Раде, народных депутатов от «Слуги народа»? Ну, она неоднородна, во-первых. Во-вторых, я так думаю, что там часть людей поймали звездную болезнь, а часть людей вообще, мне кажется, уже не слуга народа. Они уже сами себе слуги. Поэтому как-то не могу точнее сказать вам. Но если раньше боялись монобольшинства, что монобольшинство, монобольшинство, то сейчас уже меньше есть эффективность этого монобольшинства. Как думаете, будут перевыборы все-таки? Я думаю, что не будут. А какой смысл в перевыборах? Ну, какой смысл в перевыборах? Перевыборы зависят от президента, от президентской вертикали и от кабинета министров. Если, понятное дело, не будет получаться с одним кабинетом, с другим кабинетом, то волей-неволей, чтобы перебить эту картинку, конечно, надо будет делать перевыборы. Кабинет министров эффективен, на ваш взгляд? Нет. Почему? Ну, если нет команды. Вы имеете в виду некомпетентность или отношение команды, в принципе, к президенту? Я думаю, что президент еще не сложил для себя окончательно ту команду, которую он будет защищать как одно целое, как у него было в 95-м квартале. Шмыгаль лучше, чем Гончарук? Профессиональнее или? Шмыгаль? Да. Вы знаете, я общался один раз с ним по телеконференции, и те вопросы, которые я задавал, он на них ответить не мог. Я думаю, что то, что он не признает 9 мая как праздник, для меня он тоже не является премьер-министром. Я не знаю таких людей, которые не понимают, что такое 9 мая. Работа кабинета министра, если ее оценивать по эффективности, это скорее ближе к нулю, или все-таки хотя бы половину они выполняют какую-то? Ну, вы понимаете, все же идет в каждодневном труде, в каждодневном каком-то результате. Результаты от кабинета министров мы только можем понимать, что они делают, а у них нет программы, и эту программу никто не поддерживает. И о чем мы можем говорить, эффективный кабинет министров или неэффективный кабинет министров, в той части программы или в другой части программы. То есть, три раза на голосование и три раза нет поддержки. Ведь не было ни разу четкого объяснения, почему Арсен Аваков остался на посту министра МВД. На ваш взгляд, почему? На мой взгляд, почему? Потому что он достаточно очень хорошо подготовлен, как чиновник, и как министр МВД зарекомендовал себя в нужности своей личности. Вот он, знаете, как говорится, личность политики. Вот он, личность политики. В социальных сетях пишут, что он мощнее и сильнее, чем сам президент. Об этом говорят и разнообразные политологи в эфирах разных каналов. Как вы думаете, действительно ли он имеет такую мощь? Ну, если бы избирали бы Авакова или Зеленского, вот, двоих, да, поставить, то избрали бы Зеленского. Это мы говорим о предпочтениях людей. Имеется в виду контроль полиции, контроль улиц, контроль организаций разнообразных. Не, ну вы поймите, полиция это правоохранительные органы, которые дают присягу своим действиям дальнейшим. Только через присягу. Поэтому, конечно, здесь порядка больше. То, что касается в целом, кто сильнее, кто не сильнее, я бы здесь не давал бы никаких оценок. Присягу перед народом вы имеете в виду? Конечно. Народу Украины. И соблюдают ли они? Ну, вы знаете, нарушить присягу, это уже уголовное деяние. Сейчас мы все-таки видим, что полиция периодически не реагирует на движение, скажем, правое, которое происходит в Киеве. Вот эта проблема постоянно. Например, нападение... Она не только в Киеве, она и в Харькове, и в любом другом городе. Полиция не вмешивается, когда активисты что-то делают. У них, наверное, какой-то там сепаратный договор. Не знаю. А вы думаете, что это указание сверху все-таки, да? Ну, наверное, конечно. На уровне министерств или на уровне все-таки местной полиции? Ну, я думаю, что местная полиция ничего не будет делать без одобрения вверх стоящего руководителя. А как, кстати, в Харькове ситуация вот с разнообразными активистами? Никак, а я на них внимания не обращаю. А много здесь людей, которые бегают? Достаточно. Что они требуют? Сумасшедшие. Что они требуют? Да, я даже не знаю, что они требуют, если честно вам сказать. Я не понимаю. Я на них не обращаю внимания. Но можно назвать умными людей, которые берут на асфальте, пишут краской, ничего не сделал для этого города. На асфальте что-то краской пишут, или там баллончиками закрашивают, или ломают что-то, или делают какие-то акции, такие, которые стараются потом высмеять. Помните, когда была так называемая мусорная иллюстрация? Нет, расскажите. Ну, когда всех заталкивали в мусорные баки. Ну, что они делали тогда с людьми? То есть безнаказанно все это происходило и так далее. Как вы думаете, почему они в Харькове вас не любят? В Харькове? Активисты почему вас не любят? Не любят, потому что они меня называют сепаром. Они меня называют, потому что я за маршала Жукова, а не против маршала Жукова. Потому что я за 9 мая, а не против 9 мая. А чем, кстати, закончилась история с Жуковым? Что он стоит на месте. А нападки на него прекратились? А мы выиграли суд у Кабинета Министров. Мы здесь проиграли суд, в Харькове. Но зато выиграли в Киеве у Кабинета Министров. Что в перечне... Нет такого перечня, что Жуков должен быть снесен. Такого перечня не существует. Поэтому... Смотрите, а все вот эти организации, они же ведь, простым языком говоря, под кем-то ходят. Правильно? В Харькове есть люди, которые этим всем управляют? Я думаю, что у этих организаций есть лидеры. А под кем ходят лидеры, это вопрос. Но под кем-то ходят, вы не верите в то, что это позывы сердца? Еще раз объясняю. Есть лидеры, и есть вокруг них команда людей. Команда людей, это может быть по зову сердца. Может быть, по зову сердца есть такие. Но лидеры, они все равно с кем-то связаны. Бывало ли такое, что активисты приходили к вам и просили, при том, что в соцсетях, например, и на улицах они кричат, что ЭКР нас сепараты, если нам требует изменения, его, а потом приходят и просят денег на какие-то свои проекты. Бывало такое. И как вы вели диалог в таком случае? Как я видел диалог? Вели диалог с ними. Вели? Да. Выслушав и сказал, что я им помогать не буду. Как отреагировали? Они молча встали и ушли. Смотрите, у вас, вы такой как хозяйственник, мы с харкачанами сколько общаемся. Говорят, что Геннадий Адольфович здесь все контролирует и так далее. Получается, что организации, такие как, например, Фрайкор, существуют ведь с позволения местной власти? Да неправильно это. Эти организации существуют с разрешением правоохранительных органов. Если бы правоохранительные органы захотели бы, чтобы таких организаций не было, их бы не было бы. Их бы не было. Понимаете? Они больше заинтересованы с политической точки зрения в сие время возбуждать более 200 дел против, я условно говорю, местной власти и не возбуждать дела или менять статьи на более мягче активистов. Вы ознакомлены с ситуацией с местной ячейкой партии Шария и нацкорпусом, который происходит последнюю неделю, даже полторы уже? Местную ячейку Шария наблюдаю. Люди с шариками, активные, шумные. Нацкорпус не наблюдаю. Посыпались сейчас угрозы в сторону местной ячейки, ну и в принципе. Местной ячейки от кого посыпались? Партии Шария от нацкорпуса. Я знаю, что в Харькове есть команда нацкорпуса, она достаточно структурирована такая. С ними еще связаны, насколько я понимаю, футбольные фаны. Но я думаю, что Шарий не уступит им. Тем более, что у Шария тоже структурированная структура. Потому что когда были выборы в Верховную Раду, они себя проявили эффективно, как избирательная технология. В городе декоммунизация проходила болезненно для харьковчан? Конечно, декоммунизация, это я понимаю, но я понимаю, что такое история. И понимаю, что будущего без памяти истории не бывает. Поэтому, может быть, эти люди Майдана и взялись за декоммунизацию, и у них ничего не получается. Взялись бы за промышленность, за экономику, за социальные вопросы, и у них бы больше получалось. А то не сразу за язык, за декоммунизацию. В общем, вот такое вот. В одном из своих выступлений говорили, что сломаете две руки и две ноги тому, кто приедет валить памятник Ленину. Собственно, памятника нету, кому сломаны руки были. Значит, смотрите, все это произошло в момент тогда, когда были такие, знаете, стихийные налеты на памятники. Уже был заменен губернатор, вместо Добкина был болото. Да, он им дал разрешение, и они его скинули, этот памятник. То есть, чтобы на стороне власти были правоохранительные органы, органы исполнительной власти, тогда такого не было. Кто, на ваш взгляд, фаворит на следующих выборах в Горсовет? Горсовет фаворит? Ну, из местных выборов. Команда Керница. Кто еще? Три, топ-3, кто войдет? Слуга народа. ОПЗЖ. Партия Шария. Ну, все. Сейчас, я так понимаю, главная конфликтная история в Харькове это дорога через Барабашова. Это не конфликтная ситуация. Это искусственно созданный конфликт. Фельдманом, так есть такой Фельдман. Это искусственно созданный конфликт, который он хочет представить как наш межличностный конфликт. Но у нас никакого конфликта с ним нет. Почему? Потому что я с ним никаких дел не имел никогда. Я выступаю за строительство новой дороги, которая соединит Салтовский жилмассив и центр города. И эта дорога была предусмотрена раньше во многих генеральных планах города. И сам Фельдман, еще в 97-м году у нас есть такая бумага, сам своей рукой подписал заявление сюда, в горосполком, что он хочет построить эту дорогу. Но понимая о том, что будет дорога, он просто застроил эту дорогу, ну, полотно этой дороги, застроил незаконными мафами и сдал их предпринимателям. Вот и все. Сейчас мы, у нас есть проект, у нас есть генеральный план, у нас есть несколько решений суда, так что мы будем делать только все в правовом поле. Какие у вас отношения с Фельдманом? Как их можно назвать? Никаких. Никак. То есть сколько я там интересуюсь городом? Всегда, везде Фельдман, Кернес, Фельдман, Кернес? Нет, Фельдман не Кернес, Кернес не Фельдман. То есть это сам Фельдман пытается предоставить? Это сам Фельдман пытается так предоставить. А для чего? Ну, ему так и выгодно. А для чего? Для того, чтобы быть игроком? Ну, наверное. В одном из своих интервью вы говорили, что в покушении на вас, раз уж вы затронули вначале эту тему, торчат уши Авакова. После этого перестали говорить, в принципе, на эту тему. Я не хочу на эту тему говорить. А сейчас в том числе? Вообще. Потому что вы не уверены или потому что не хотите просто? Это бесполезно. Почему бесполезно? Ну, а о чем мы можем говорить, если столько лет прошло и никто ничего мне не говорит? А вот никто ничего не говорит, потому что расследование плохо проводится или потому что вообще никто ничего не делает? А я не знаю то, что делает. Я вообще не в курсе. Думаете, что специально не ведут это дело? Нет, я думаю, что его ведут, но мне ничего не говорят, потому что я так думаю, что это пустышка чистая. Это не дело, чтобы раскрыть. Это просто висяк какой-то. Связываете ли вы как-то убийство Юрия Деменда с расследованием и с покушением на вас? Вы знаете, недавно здесь же был убит киллер. Он сам себя взорвал на гранате и ДНК этого киллера совпало с ДНК на том оружии, который был убит мой друг Демент. Поэтому можно сказать, что кто убил Демент, а нам известно. А по поводу покушения вы проводили свое расследование? Да. Успешно? Я же вам сказал, я на эту тему говорить не могу. Хорошо. Тогда последний вопрос по этой теме. Все-таки, когда с поста уйдет министр, и может быть поменяется еще пару составов кабинета министра, может быть даже пару президентов, это дело будет раскрыто? Я думаю, нет, потому что такие дела раскрываются по горячим следам. Продолжим тему, о которой говорили в «The Records» перед началом диалога. Почему все-таки в Харькове не произошло того, что произошло в Донецке и Луганске? И на ваш взгляд, виноваты ли люди в Донецке и Луганске, местные жители, в том, что сейчас там происходит? Ну, понимаете, в Харькове я принимал участие во всех процессах, которые были связаны с так называемой «Русской весной», чтобы не допустить создание ХНР в городе Харьков. Я был против того, чтобы Харьков вышел из состава Украины. Я считал и считаю, что Харьков – это часть Украины, и верил в то, что большинство людей согласны со мной. Поэтому я никуда не убежал, никуда не уехал, я находился на месте и отстаивал эту точку зрения. Тут дело доходило до того, что чуть ли не началась сессия о создании ХНР, но мы разогнали эту сессию, и ничего у них не получилось. То, что касается Донецка и Луганска, мне кажется, что в Луганске чуть по-другому развивались события и в Донецке. Там и мэры уехали, бросив все на произвол судьбы, и уехали губернаторы. И поэтому, в общем, там было поле вольное. Ну и хотя в Харькове тоже было достаточно много приверженцев водрузить русских влах. Было ли какое-то вмешательство из Киева все-таки в поддержание порядка в Харькове? Ну, там, когда уже было все ясно, что отказываются эти активисты от своих требований создать там какие-то органы, власти. Приехал Ягуар в Винницкий, там, арестовал по команде Авакова этих активистов. Но это уже были не активисты, это уже были пьяные люди, которые не могли найти дорогу домой и остались ночевать в облдрожитминистрации. Ведь в Луганске то же самое происходило, по сути. Ягуар тоже приезжал, но не заходили. Ну, вы понимаете, дело в том, что в Харькове, во-первых, не было никаких стремлений. Или во всяком случае, я не замечал этого, чтобы кто-то хотел захватить там склады с оружием или еще что-либо, раздать оружие. То есть в Харькове были палки, кирпичи, били стекла, много людей собиралось. Те же активисты, те же активисты сначала были на стороне, так называемой, русской весны. Потом они стали активистами Майдана. А эти же люди? Ну, процентов 70. Они просто поменяли взгляды на жизнь в процессе, получается? Ну, им стало больше интереснее там быть активистами. Почему? Ну, деньги платили. Деньги платили, да. Хорошо. А сейчас в Киеве, например, периодически харьковчане, которые уехали туда и начали разговаривать на украинскую мову, и говорят, что в Харькове много сепаратистов. Так это или нет? В Харькове не много сепаратистов. В Харькове я маю на увазе само место Харьков. И я не чую ни каких сепаратистских лозунгов, ни каких сепаратистских взглядов. Можете назвать главным достижением Майдана? Главным достижением Майдана это в прямом смысле свержение незаконным путем власти. Сейчас жить стало хуже, лучше? Нет, но если сравнивать 2013-2020 год, там 14 тысяч кусочек, то даже тот же 95 квартал высмеивал власть таким способом, что если необходимо было только дело в долларе, то когда у них играет Янукович, Порошенко, то Янукович говорит, что только в этом была задумка, чтобы поменять курс доллара, так я бы это сделал, зачем на меня подали. То есть в чем смысл того Майдана, который называют Майданом гидности и так далее? Какой Майдан гидности, когда ставили на колено людей, делали с ними, что хотели? А те судебные решения, которые говорят, что издевались над людьми, причем в разной форме эти процессы проходили. Сколько убили людей, это осталось безнаказанным. Вот самое главное достижение Майдана. Неоднократно уже называли Виктора Федоровича Януковича предателем и трусом. Если бы он не сбежал, у него была бы возможность исправить что-то? Ну поймите, когда законно на тот момент, законно избранный президент остается на территории своей страны, законные руководители тех или иных ведомств, собрались где-то. Будь это Одесса, будь это Крым, будь это тот же Харьков, будь это там Донецк. Ну был бы какой-то процесс, понимаете? А его не стало. То есть Крым никому не нужен был. Крымчане провели свой референдум. Они имели право проводить референдум. Но согласно Конституции Крыма, так как это автономная республика Крыма, они имели право проводить. Я хорошо знал Константинова, председателя Верховной Рады Крыма. Я никогда не мог подумать о том, что они уйдут в Россию. То есть Крым законно отошел в Россию? Я не буду давать никакой оценки. Могу сказать только то, что я считаю, что Крым это украинский город, украинская территория. Все-таки, если бы Янукович не сбежал, что бы вы делали? Не было бы Крыма, не было бы Донецка, не было бы Луганска, не было бы ничего этого. На второй пресс-конференции, кстати, он сказал, что я уехал для того, чтобы не пролилась кровь. Это все сопровождение жалости, которую он хотел вызвать у людей, почему он так поступил. А он просто испугался, да? Конечно. За себя? Конечно. За себя, за свои активы. Виктор Федорович, если вернется, на ваш взгляд? Он не вернется. Никогда? Никогда. Люди сейчас его вспоминают, как вы думаете? Он может вернуться сюда, сделает пластическую операцию, как-то там изменить себя, вернется, посмотрит, может быть. Я читал, не нашел подтверждений, там, видео, ну, или прямых каких-то цитат ваших. Вы думали когда-то о том, чтобы идти в президенты страны? Нет, о таком я никогда не говорил. Никогда? Никогда. Видимо, поэтому и не нашел. А попробовать хотели бы когда-нибудь, ну, внутри где-то, может быть? Нет. Я считаю, что каждый должен быть на своем месте и давать самооценку себе с точки зрения возможности. Ну, во-первых, это должна быть команда большая, это должно быть время соответственно и так далее. но я никогда не хотел стать президентом. Посмотрите, по вашим тезисам, которые... Я хочу помогать президенту, это да. Но по вашим тезисам, которые вы только что озвучили, Владимир Александрович не на своем месте получается. Чего я? Ну, и команда не та. Я не сказал... Нет, Владимир Александрович я сказал, что он президент. Его избрали президентом, он уже президент. И в историю он войдет, как президент. Вот какой президент в историю он войдет, что он сделал? Вот Янукович убежал, предатель. Ющенко, Человод там, еще что-то. Порошенко, Казнокрад. Зеленский, он только начинает. Но уже принял те законы, которые не принимались ранее. Я уже это сказал. И я надеюсь на то, что он от чистого сердца хочет для Украины сделать лучше. Но многие вещи мне непонятно. В целом, как думаете, поменяется что-то? Или команда создала все-таки вокруг президента вакуума? В целом, я думаю, поменяется. Думаю, вакуум не настолько вакуум, как это хотелось, чтобы не произошло. Хотелось, чтобы не произошло. Потому что вакуум, ну, это неинтересно. Уже неинтересно. Опускаются руки. Хотелось бы работать. Работать и делать дело. И достигать результата. Сейчас все больше людей, если мы делаем срез по тем же социальным сетям, общаемся с людьми на улице, начинают относиться к президенту как к предателю, как к человеку, который предал своих избирателей и пытается заигрывать с избирателями своего оппонента. Вы знаете, я не знаю, зачем вам это понадобится, я не делал таких срезов. Но если бы сейчас были бы выборы президента Украины, я думаю, на них победил бы опять Зеленский. Президент, спасибо вам. И вам, ребята, спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...